Дарк Солс 2 Дарк Солс 2 Дарк Солс 2 Дарк Солс 2 Дарк Солс 3 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 в ДЛЦ и посмотрим, протестируем, так сказать, его на мощность, на силу. Если там уже нам будет реально не в моготу, то мы оттуда уйдем. Хотя, я думаю, почему бы и нет. Мы и так уже сколько ищем вызова в этой игре, а если мы будем реально к нему не готовы, то наоборот, будет стимул продолжать, будет вообще азарт, будет вообще жара, вот такая, как здесь, даже еще жарче. Все, оставайтесь с нами. Итак, мы пришли. И, наконец-то, сейчас мы посмотрим, что же нам готовит первая ДЛЦ. Давай, перемещайте меня, змеи. Погнали. Так. Или это, может, вообще не змеи, какие-то черви. Там же ж нету у них таких, знаешь, зубастых постей с языками, с которых яд капает. И они не обвиваются вокруг бутылки, как обычно в аптеках изображают. Это явно не змеи, это что-то такое. Пародия на змей. Так, что пишут? Спокойствие. Я всегда спокоен, ребят. Я вообще самая спокойная личность здесь. Лошадь требуется впереди. А что я не могу тут перекатиться? Тайная тропа впереди. Ага, кого вы тут пытаетесь? Ну-ну, Тайная тропа. Да, блин, смотри, сюда нельзя перекатиться. А, вот только так. Ладно, хорош. Чего у нас тут за локация? Тут у нас два хода. Там дверь, которую, скорее всего, откроет наш железный ключ. А здесь орда врагов. Да вы что, серьезно? Обосраться как смешно. Начертанный здесь знак перенесен сюда издалека. Нечто. Ну, снова эти статуи с сиськами. Нечто. Конечно, нечто. Зад, да нет, это перед. Чудак впереди. Ну и херачу, нифига не получается. Видение тайна. Какая тут тайна может быть? Здесь. К чему тут все надписи? Чего они тут пишут? Только с толку сбивают. Лошадь. Угу, корова. Какая тут нахер ложить может быть? Если ее тут и в помине нет. Так, начертанный знак опять перенесен сюда издалека. И снова что попало? Пишут. И снова нас пытаются сбить с толку. Лестница требуется впереди. Где она может там требоваться? Пошли, короче, в дверь. Не будем себе портить впечатление от ДЛЦ. Так, что тут пишут? Может помочь лесу? Тогда огонь. Ну, пошли посмотрим, что это они не имеют в виду. Я пока не знаю. Снова он стрел. Рейден бьется с Люкэнгом. Там он собакой рожает, беременная. Там какой-то страус стоит с хвостом. Хер его знает. Опа. Тут уже прикольно. Начинается тихо. Это не поворачивается. Это, наверное, чтобы вызывать лифт. А мы сейчас поедем так вот. Нажимаем на кнопку. И наверх. Погнали. Смотри, я еще пока человек. Блин, зря я это сказал. Сейчас, походу, накаркаем себе человека. Опа. Опа. Какой большой туман. Сразу большой туман. Сейчас боссы как впаяют нам. Оп. Тихо. Это типа что-то вроде продолжения этой цитадели. Смотри. Только тут уже снег пошел. Смотри, чем выше подбираешься, тем какие-то аномалии происходят. Сперва аномалия, что мы куда-то в небо пришли, и там лава. Потом мы поднялись еще выше куда-то, и тут уже снег. Реально какие-то аномалии. Сплошные просто. Приготовься, кстати, ошеломление. Идите вы в жопу. Слава, роскошный вид. Но вид-то правда роскошный, но все же, все же. Тут, походу, будет немножко подмерзать. Надо было нам шубу захватить с собой. Телогрейку какую-нибудь. А ну, уже будем без нее. Зато у нас есть капюшон. Это тоже выручает, тоже спасает, тоже помогает. Так что у нас наверху. Кто тут, признавайся. Что-то все полуразрушено. Опа. Ребят, вы не притворяетесь, не? А то я ж проверю-то. Не, это мертвецы. Поражение. Они потерпели поражение от кого-то ледяного, походу, да? Кто-то их тут всех нахер позамораживал. Тут какой-то чувак закрылся руками. Что-то вроде как какой-то скелет. Гигант. Подожди, это скелет, походу, этого? Гибкого часового. Смотри, у него же тоже руки на спине и руки... Ну, непонятно, где у него перед, где зад. Короче, руки у него везде, с обоих сторон. Литой клин я взял. А что такое литой клин? Это что-то интересное. Что-то нам добавили не в оружие, а добавили его в вещи. Литой клин, это, скорее всего, наверное, кидаться. Вышибать клин клином, как там говорят. Уничтожает пепельного идола. Ну, нифига себе, а что это такое? Блин, не назад же хотел. Я же хотел почитать оно. Нажал не туда немножко. Так, инфа. Им можно уничтожить пепельного идола. Пепельный идол имеет огромное значение для Надалии, которая отреклась от плоти и доверила этому идолу свою сущность. В смысле, как она доверила свою сущность? Отреклась от плоти и этого идола, типа, свою душу переследила или что? Надалия, Надалия. Что-то ты совсем за собой не следила, за своей талией. Скорее всего, стала очень жирной и решила, что ну его нафиг. Идол был похудее, и она переселилась в этого идола, чтобы быть тонкой, стройной Надалии, да? Или что там у них случилось у этой Надалии? Роскошный вид слева, так что требуется. Еще. Какая тут цепь? Слава, толчок. Ну, на толчок пока не хочу. Рано еще. Я в Маджуле посрал. Так, что тут у нас? Мглистая башня. Смотри, и сразу костер тебе. А тут... Может, это как-то разбивается? Нет, тут он можно как-то на ту сторону перейти, и там будет ништяк. Но как туда попасть? Походу, хер разобьешь. Ладно, посмотрим потом позже, а пока что давайте посмотрим дальше локацию. Посидим у костра, немножко перекорнем. Все, восстановим, что можно восстановить, и погнали дальше. Что-то как-то врагов нету. Хотя сейчас, игра тебе скажет, сейчас ты его не допросишься, сейчас тебе все враги будут только так, я тебе отвечаю. Там вон какая-то тоже дверь. Оп, оп, оп. Это идол? Так это не часовой, это что-то другое, смотри. Твою мать! Ты оборзевший чувак! Это, походу, и есть тот самый идол с душой на далее, да? Чего? Чего ты несешь? Короче, походу, надо экипировать эту... палочки эти. Клин. И швыряться в нее этим тупым клином. Литой клин, ладно. Сейчас все будет, но далее потерпи. Эй, а что я не могу кинуть в нее клин? Ну вот, литой клин. Хер ли я не могу взять. Пояс. Я его заткнул за пояс. В чем проблема-то, а? Литой клин. Может, так бы вместо оружия взять, нет? Так нет. Чего ты не пизди там? Ну, подожди. Ага. Подожди, осмотреть, осмотреть, осмотреть можно, осмотреть. Использовать литой клин? Давай, быстро! Херач! Красавчик! Вообще молодчик! Молодец! Вот так надо было сразу сделать. А мы тупили. Взрывайся! Чего-то как-то неэпично взорвался. Так, что у нас тут? Душа на далее, пепельная невеста. Итак, кто такая на далее, пепельная невеста? Читаем про нее. А то что-то у меня вообще... Такая баба прям распаяцанная вся. Вот она. Небольшой фрагмент души. А что, будет еще? А клинов-то пять. Может, еще будет. Душа на далее, пепельная невеста, отрекшаяся от плоти и скитающаяся по мглистой башне. Когда на далее явилась в эти края, того короля, которого она искала, уже не была здесь. В отчаянии она отреклась от собственной души и слилась с наследием старого короля. Это лишь фрагмент души, который нельзя использовать в таком виде. Понятно, надо будет еще собирать. Скорее всего, на далее себя разорвало на кучу фрагментов. Надо будет клинями ее херачить постоянно и собирать душу этой на далее, чтобы потом, скорее всего, построить мозаику некоторую. Будет у нас такая большая, сильная душа и с помощью нее что-то мы замутим. Так, пошли сюда. Тут у нас, походу, ничего нет. Я так понимаю, нет. Она, короче, прикинь, эта на далее, скорее всего, была одна из фанаток, из фавориток этого короля, старого железного. Наверное, текла по нему там. Хотела с ним на балу потанцевать. Там, короче, покружиться, переспать и все дела, как оно обычно бывает у этих всяких морнархов. Все вот эти вот венценосные особи умеют только развлекаться и трахаться. И больше ничего они не умеют. Так вот, это на далее, видимо, пыталась то же самое провернуть с королем. Но пришла сюда, а тут узнала, что он уже стал таким громадным, огромным, старым демоном. Сказала, господи ты мой, да ну как же так? Я ж теперь с тобой-то не возлягу. Ты ж уродливый просто стал. Тебя только одна мита может обслужить. А я все, я не для тебя растила свою ягоду. И решила на далее... Тихо. Кольцо ловкости взяли. И решила на далее потом с горя превратиться в такое существо, чтобы как бы соответствовать немножко этому королю. Но у нее все равно все обломалось, она скорее всего разделилась на кучу частей. В итоге нам теперь их собирать. Кольцо ловкости мы что-то там нашли. А где оно у нас тут есть? Защита души. Кольцо ловкости увеличивает ловкость. Это причудливо смятое железное кольцо увеличивает ловкость своего хозяина. Старый железный король правил в железный век. Сила короля позволяла ему без труда придавать форму железу, и он безраздельно господствовал над всем живым. Ну не знаю, насколько оно сильно увеличивает ловкость. Пока одевать его в принципе-то я не хочу, потому что ловкость нам особо сейчас не требуется здесь. Но если потребуется, мы его напялим. Так, пошли дальше. Такая довольно интересная локация, что мне подсказывает такая моя пятая чуйка, что нам надо будет прыгать вот сюда вниз. Только единственный ход это вниз. А я только расслабился, думал наверху там похолоднее будет, а тут нам опять в огонь прыгать. Старый растительный бальзам. Что-то тут в этом ДЛЦ куча новых разных вещей. Этот бальзам. Должно быть две штуки его этого бальзама. А вот, временно увеличивает силу. А у нас есть бальзам из черной травы, который временно увеличивает интеллект. Бальзам, приготовленный из редкого растения, временно увеличивает силу. Это пахучее масло влияет на разум, давая временное ощущение могущества. Ну да, потом обосрешься, только скажешь, эй, как я это раньше поднимал-то? Как я мог это поднять? Теперь у меня все мышцы болят, все затекло, короче, руки отваливаются. Это с побочными эффектами будет, по-любому. Снова кто-то что-то шепчет, слышь? Походу, на далее опять разбушевалась. Так, а что там? Это нам походу в самую глубь надо прыгать. Да как туда прыгать-то? Подожди, а вот тут? Ничего не сделаю, нет? Походу не сделаю. Ладно, а лестницы тоже же нет, да? Ладно, тут походу на далее будет. Уязвимость, удар в спину. Так это ни хера не на далее, это... Это уже мудак какой-то. Оп! 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 Красава, смотри, какой скелет. Шланг-дрич какой-то. Полый шланг-дрич. Сумеречная трава, это знакомая вещь. А красиво довольно здесь. Такая какая-то прям забытая локация и... Самое прикольное, что тут я не вижу... Железной цитадели. Как мы так поднялись из железной цитадели сюда? Тут же ее не видно. Ну, короче, ладно. Как бы там ни было, как-то пришли. Хера знает. Выманивание может помочь. А кого выманивать-то? Враг впереди. Хорошо. А вот первый пошел. Давай выманить по одному. Нет, там уже второй сейчас падет. Третий пошел. Ох ты, зараза какая! Смотри! А теперь быстро отойди. Пошел ты вон. Шланг-дрич. Вот это шланг-дрич. Опа! Красавчик! Вот что значит меч забытой грешницы. Смотри, а что-то с них ничего не выпадает. А нет, с одного он что-то выпал. Большая душа гордого короля... Чего? Или гордого воина? Что это? Подожди. А, гордого рыцаря, господи. Что-то я как-то прочитал краем глаза. А тут смотри, сколько много полегло-то. Чего тут сложного? Я, например, сразу распетлял и нормально все. Где надали это? Надали! Вылазь! Или на талии, как тебе там? Сандалия. Опа, 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 опа. Удар в спину, может помочь. О, помог. Смотри, как перекатился-то. Сальтуху пятерную сделал. В воздухе. Красава вообще. Красная вода. Видение. Сильный враг. Это же, походу, снова это надалия, да, сидит? Сидит и какую-то ауру вокруг себя распускает. Нихера себе задолбало. Воняет от нее. Надалия, иди помойся. Тебе там воняет, я туда пойти не могу-то. Дышать нечем. Как так? Пожалей мой нос. Пожалей мои бедные ноздри. Так, что у нас здесь? Это, походу, мы спускаемся, опять же, вниз этой башни, да? Там можно было, конечно, прыгать, но прыгать там... Ниоткуда, в принципе. Там, если бы мы прыгнули, там было бы слишком высоко, мы бы разбились бы просто и погибли. А так? А надалия вот там сидит. А как нам туда попасть? Ладно, всего понемножку. По чуть-чуть. Бальзам из черной травы. Опять эти бальзамы, после которых потом зависимость будет. И ни одна больница не поможет уже. Как же надалию-то убить? Бердыш плюс 7. Ого, сразу плюс 7 бердыш прокачанный. Ничего себе. А сколько это у него урона получается тогда? Это любопытненько. Где бердыш плюс 7? Меч Дранглика. Та-та-та-та-та-та. Походу, вот это, нет? Нет. Бердыш, бердыш. Что такое вообще бердыш? Это же не меч, это топор, наверное, какой-то, нет? Ни хера. А, во. Бердыш тьма, бердыш плюс 7, 280. Ну, в принципе-то, довольно неплохо. Но у меня-то мой меч наносит 349 и плюс еще параметры от силы. Так вообще шикарно. Я пока особо не хочу там размениваться на всякие бердыши, хердыши. Тут какая-то темница, какая-то башня. Тут кого-то держали, скорее всего, во времена правления Старого Железного Короля. Вон там он кто ходит. А тут у нас чего? Радужный камень, аж 10 штук. Но зачем они здесь? Тут нету особо таких темных локаций, как было в первом Драк Солсе, то подземелья там, где этот Нита был. Склепы эти все. Вот там, я понимаю, реально, это склеп великанов очень темная локация, там без этих радужных камней справиться было никак. Но здесь же, ну капец. Слава клад. Сейчас накололи. Сейчас там мимик вылезет, не? Не. А я вам поверил. Ладно, все-таки кому-то можно еще доверять здесь, оказывается. Вот он летает. Что-то это шепчет мне постоянно. Девка вечно мне надалее что-то шепчет. Она что-то пытается мне сказать. А вон опять она. Да как же тут наверху убить? Наверное, через нее как-то... Обойти, скорее всего, надо к ней. О! Вот это удар. Хороший удар, я тебе скажу, чувак. Так. Ну, далее у нас с тобой тут разговор. Сейчас состоится важный. Блядь! Откуда взялся-то? Ты кто будешь-то по жизни? На! На! Блин, чуть не угрохал меня, смотри. Там оставалось совсем чуть-чуть. Так, надалее. Натаха. Воюем? Может помочь тишина женщины. Тишина женщина! Блядь, опять идет защитничек. Так, тихо, женщина. Вот это удар! Ах ты, сучка. Вот так тебе! Вот так тебе! Сальтуха! Хорош! Прокатили его. Причем он, каким бы он сильным не был, но удар спины убивает его с первого раза. Это хорошо. Это реально помогает. Так! А! Ладно, все. На! Получай, надали. А как там? Где твое вообще лицо? Где твоя внешность? Нихера не видно. Так, еще одну надали покрошили. Душа надали и пепельные невесты у нас забрана. Иди сюда! Ты что там встал? Пс-пс-пс! Эй! Ну на! Что стоишь? Расслабляйся-то! Я тебе сражаться предлагаю. Он расслабляется, стоит. Кого ждешь? Пендали под зад. Так. Там туда потом. Сейчас посмотрим, что у нас находится вот в этой вот арке. Она меня еще туда, когда надали я была живая. Она меня прям манила сюда. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Многовато! Ребята, вас многовато! Спакуха, чувак, спакуха! А вот, блядь, твою твою... Хорош, 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 хорош. Ага, фиг тебе в рыло. Да ты что делаешь-то, ну? Ударь его! Твою мать! Да ударь ты все! Бля! А-а-а! Нет! Мы не можем просрать, мы не можем просрать, я тебе говорю. А если я говорю, то мы не просрем. Фух! Фух-фух-фух-фух-фух! Прикольная локация, скажу я. Огненный танец, наверное, пиромантик. Ух ты, нифига себе! Мне, помню, говорили в комментах, что я в ДЛЦ это самое получу. Много интересной довольно пиромантий. И, скорее всего, а вот, смотри, видишь, пиромантия такие. Такая прям необычная инфа. Пиромантия мага Эйгила. Так подожди, Эйгил это ж бык. А, ну хотя маги с головой быка тоже бывают. Верного последователя старого железного короля. Хе-хе-хе-хе, аж ты еще в прошлой серии, точнее, в позапрошлой говорил, что у них мутки были какие-то. Создает пламя, приносящееся по указанной территории. Пламя пляшет, заставляя жертв танцевать. О! Сейчас мы кого-то заставим танцевать, как только его экипируем. Кстати, надо не забывать, что у нас есть охуенная просто пиромантия. Вот такая вот. И сейчас можно этой пиромантии так кого-то напотчевать, что они все обосрутся. Так, что за клетки тут, решетки? Какая тут дверь, давайте попытаемся ее открыть. Посмотрим, что нам нас ожидает. Балкон, мы вышли на балкон. Ну, хорошо. Я уже что-то подумал, что я тут раньше был, но все-таки же не был. Погодь, так а нам-то на балкон или нам-то вот куда-то сюда, а тут что? Сверху. Что сверху? А что сверху? Сверху фалообразная какая-то колонна стоит. И вот там я, походу, бегал. Там он как-то лезет. Кто-то где-то ходит, где-то... Кто-то двигается, я не хер пойму, где и кто. Нам, смотри, еще петлять и петлять. Там он внизу туман, а ниже еще туман. Это нам, короче, спускаться и спускаться. Но я сюда прыгать не хочу, во-первых, потому что высоко, а во-вторых, потому что даже, думаю, с кольцом кошки будет очень тоже высоко. Поэтому давайте петлять сюда, кота. Посмотрим, чего у нас здесь. Что такое? Алло, гараж. Там какой-то маяк. Хотя, хе-хе-хе, маяк поставили здесь. Где ж, какие ж корабли по лаве будут плавать? Кому тут маяк вам надо? Может помочь в дальний бой, и тогда огонь. По той цепи мы шли, я помню. Может помочь в дальний бой, и, короче, огонь. Чего? Это вы сейчас на что намекаете? Какой? Где огонь? Куда огонь? А, вот здесь вот, да? Короче, огонь. Ха-ха-ха-ха. Смотри, красавчик. Я говорил, у нас пиромантия охуенная. Хе-хе-хе. Иди сюда, чувачелла. Сейчас дальний бой как поможет. Оп. Вообще красотка. Я про пиромантию. И про эту, как ее? Разабет. Которая нам ее продает. Кстати, господи ты мой, я совсем забыл, что мы-то оставили за кадром кое-что очень жизненно важное, не прочитали даже об этом. Я за кадром как-то у Разабет недавно закупился, может там 4 серии назад. Закупил у нее две пиромантии. Вот эту и вот эту. Сырая плоть и железная плоть. Сырая плоть. Давайте читать. Пиромантия, питающая тело энергией огня. Вы обильно потеете, что позволяет снизить наносимый магии огня урон. Очень полезно при сражении с другими пиромантами, использующими огонь. Главное не обращать внимания на косые взгляды. Короче, нам еще советовали эту пиромантию защиту от огня оставить, когда мы захотим собрать ништяки в железной цитадели, там где вот эти камни в лаве плавали. Там, когда мы захотим по ним побегать, надо вот это кастовать, потом становиться там в святую воду, потом, короче, еще кучу всего делать. И тогда все будет хорошо, тогда мы заберем то, что там лежит. Железная плоть. Пиромантия, питающая тело энергией огня. Ваша плоть становится сродни железу, что повышает вашу защиту и сопротивляемость. Легко догадаться, что ваш вес возрастает многократно, а скорость движения снижается. Это заклинание, произнесенное в неудачный момент, может это произвести к неприятностям, точнее привести. Ну, я же, как обычно, читаю не так, как написано. Так, тут, надеюсь, я не обожгусь. Не, не обожгусь. Поставим пока эту пиромантию. Осторожно, огонь, и тогда неудача. Чего-чего? Там он, огонь какой-то есть. Дальний бой, тогда смотри внимательно, говорят нам. Ну, хорошо, на. Я думал, мы стену расхерачим, а мы ни хера не расхерачили. А куда внимательно смотреть? Осторожно, трое, ошеломление впереди. Говорят, нас сейчас ошеломят. А, ну, видишь, они там с бочками все, уроды. Бальзам из золотого плода. Это у нас, походу, не было такого еще ни разу. Вот. Временно увеличивает веру. Вот это нафига оно нам? Бальзам, приготовленный из редкого растения, временно увеличивает веру. Это пахучее масло влияет на разум, давая временное ощущение вогущества. Это как ходила в церкви. Постоянно, как его нанюхаешься, начинаешь в что угодно верить. Так. Ребятушки, да ну-ка подожди. Я вам сейчас тут устрою разбор полетов. Сука. Ну, выходи давай. На поединок. На. Вот это мне уже нравится. Вот это вот пиромантия у меня. Правда, закончилась уже. Но я потом еще наберу. Подожди, а если я сейчас приму вот эту херню? И антарную траву. Одна пиромантия добавилась. А если я еще одну приму? Две пиромантии. А если еще одну приму? А, все. То есть максимальное количество вот этой пиромантии у меня две. Блин, почему вся хорошая пиромантия всегда так мало используется? Всех одним ударом справа. Понятно. Блядь, там у вас еще что-то хватает, я смотрю. На, сука. На, сука. Все. Разобрались. А теперь еще ж хер пойми, куда тут надо идти. То ли нам сюда надо было, то ли нам куда. Тут чем дальше, тем ниже. Нам, скорее всего, лучше вернуться наверх, я так думаю. Огонь впереди. И посмотреть, чего можно там еще наверху-то найти полезного. Ведение стена тумана. Короче, там стена тумана, скорее всего, да? Да, там он тот чувак, сейчас нам будет люлей навешивать. Давайте, наверное, сейчас пока быстренько вернемся, добежим, посмотрим, что там наверху мы пропустили. Потому что мне так кажется, что нам надо туда было завернуть, а потом уже по сюжету идти сюда дальше. Потом будем серию понемножку уже закруглять. Довольно интересная локация. Слышишь, почему ДЛЦ всегда интереснее, чем оригинальная игра? Вот я не понимаю, почему нельзя было сразу все... Хотя, конечно, я сильно, наверное, загнул. Все интересно, естественно. Dark Souls сама по себе очень интересная. Но вот это вот настолько что-то атмосферно здесь все. Вот это вот надаля какая-то странная, которую ты постоянно убиваешь, какую-то палку в него втыкаешь. Ну, это настолько разнообразило игру, просто геймплей сам по себе. Старый камень простоты, что-то было у нас такое. Что вот просто удивляешься, бегаешь. Почему нельзя было сразу вот это все включить в оригинальную игру? Почему надо было вот ДЛЦ пилить? Ну, коммерция, все дела. Мы с вами того все знаем это. Осторожные засады сейчас говорят нам будет. Удар в спину. Удар в спину, сука! Нет, я не перекочусь туда вниз. Пошел бы ты в жопу. Такой хитрый. Такой, блядь, хитрый. И сюда нахер. Че ты творишь? Че-че-че-че-че-че? А вот че, уязвим... Точнее, не уязвим к огню? Вот засранец. Все, нас, короче, сейчас завалят тут, и мы будем тогда серию уже... Погоди, заканчивать. Погоди, заканчивать. Чувак, парень, погоди. Алло. Ты в себе будь поувереннее. Да, мы еще разберемся. Мы еще будем жить. А че, слышь, я их атакую огнем, а им нихера. Как это называется? Это алло. Я тоже такой доспех себе хочу. Со стопроцентной просто уязвимостью... Точнее, неуязвимостью к огню. На. Лежать. Сальтуху давай. Оп. Хорош, красавчик. Вот тебе вся засада. А я тут боялся, уже говорил там, все, будем сейчас серию заканчивать. Нас убьют. Не, серию по-любому будем заканчивать, потому что уже нам по лимиту времени пора. Отступи их, пошел ты в жопу. Талисман Ллойда. Вот теперь отступлю. С талисманом в руке. Отступлю же, да? Отступлю. А больше там потому что ничего нет. А нам вон, смотри, нам туда надо вот туда слазить, 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 слазить. И, короче, потом вот туда мы долезем и пойдем, наверное, уже в замок там... Точнее, в башню какой же это замок. К этим стенам. Опа, опа, опа. Я и сам понял. Открывайся. О, смотри, какая красота. Че нашел-то, а? Тут тоже вода, смотри, такая же. Бесцельность впереди, говорят нам. Ну, мимика в иллюзорных стенах вряд ли посадят, потому что это как-то совсем будет злобно. Увядшая закатная трава, старый лучистый самоцвет жизни, понятно. Это проверять даже не хочу. Это стопудовный мимик, это все хорошо. Пожалуйста. Сосуд души. Сосуд души-то, чтобы души туда складывать или чуть-чуть, это я немножко призабыл. Помню, какая-то была фляга у нас такая, похожая. Кость порядка, сосуд души. А вот, покажите, кому следует. Это, да, что-то там... Да, походу, бабкам надо показать. Кстати, я так и не показывал. Надо будет, наверное, к ним еще тогда сгонять потом, если не забудем. Потому что вечно говорим и потом вечно забываем. Ладно. О, давайте посмотрим сейчас нашу защиту от огня. Хотя надо было раньше сосмотреть. Сначала до, а потом после. От огня... Шестьдесятка. Ну ладно, короче. А если еще раз так катануться? Оно не влияет, типа, на количество, походу? Не, шестьдесят. Не влияет особо, но... Ладно. Давайте тогда мы на этом пока серию закончим. Пойдем потом дальше вот туда вот слазить по лестнице вниз. А пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган. Довольно интересное у нас ДЛЦ тут началось. Первое, пока напоминаю. Хотя это и так понятно. Вот. Спасибо всем за просмотр. Сейчас, блин, почему-то я его лично пропускаю. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok